Телеканал КРТ представляет Причем противник реформы, выступавший за перенос второго этапа, министр Илья Емец, был накануне уволен Комментируя это решение, Емец заявил, что увольнение состоялось благодаря Ульяне Супрун Которая, даже уйдя с должности, сохранила большое влияние на власть Злые языки утверждают, что смерть, однажды встретившись с Супрун, закричала от ужаса, решив, что она начала отражаться в зеркале Впрочем, Супрун это прежде всего феномен диаспорянина, заброшенного в Украину из Соединенных Штатов с одноразовой миссией Точно так же, как Супрун развалила худо-бедно существовавшую медицинскую систему Украины Также в свое время министр финансов Украины Натали Н. Яресько реструктуризовала украинский внешний долг на кабальных условиях Чтобы эти примеры не казались отдельными казусами, с удовольствием ознакомлю вас с еще одним феноменом Внештатным советником президента Владимира Зеленского, представителем американской диаспоры Эндрю Маком Интервью с ним взяла главный редактор сайта «Левый берег», именующая себя Соней Кошкиной Специально отправившаяся для этой встречи в Вашингтон Интересно, у меня одного создалось впечатление, что более естественным местом встречи с советником президента Украины был бы Киев Собственно говоря, все интервью было взято для того, чтобы Эндрю Мак сравнил главу Офиса Президента Андрея Ермака с Генри Киссинджером Забавно, что Эндрю Мак даже не помнит должности Киссинджера Цитата В 1969 году президентом США становится Ричард Никсон Его помощником или советником был Генри Киссинджер Конец цитаты Дорогой шлымазл Эндрю Киссинджер был советником по национальной безопасности Дожность намного более высокая, нежели помощник либо советник Впрочем, вчитываемся далее Цитата Киссинджер провел перезагрузку дипломатии Он изменил историю и Америку Закончил войну во Вьетнаме Выстрел диалог с Советским Союзом Открыл для Америки Китай Я не говорю, что Газдеп тогда не работал Может, даже эффективно работал Но нужен был другой подход Для меня выглядит так, что Андрей пытается сделать что-то похожее сейчас Конечно, это непростая задача И, думаю, будет много эмоциональной критики Как и в случае с Киссинджером Но другого выхода, я думаю, для Украины нет Конец цитаты No comments Блин Однако, сосредоточившись на одной теме Которую он должен был донести до публики, читающей Левый берег Господин Мак расслабился и начал проговариваться Он признается, что проукраинское лобби в Вашингтоне не особо велико Но объясняет это весьма оригинально Недостаточно сильное проукраинское лобби Цитата Следствие очень сильного антироссийского лобби На протяжении многих лет Которое мы смогли, в принципе, использовать в свою пользу Нам с этим очень повезло Что не было острой необходимости выстраивать свое лобби Конец цитаты Также Эндрю Мак откровенно говорит, что никаких изменений В американо-украинских отношениях не будет до конца года То есть до выборов А вот в вопросе взаимодействия с диаспорой Остапа понесло И в ответ на невинный вопрос журналистки Консолидации всех проукраинских сил Имеется в виду в диаспоре Была одной из задач, которую ставил перед вами президент Зеленский Назначая на эту должность Эндрю гордо ответил Цитата Нет, я советую президенту, как строить отношения с диаспорой Этим ответом господин Мак ярко демонстрирует Что в качестве советника и лоббиста Он является функциональным идиотом Вместо того, чтобы по всем правилам политесса Признать инициативу в отношении диаспоры, исходящей от президента А советник лишь исполнитель этой воли Эндрю Мак демонстрирует Что это ООН формирует политику президента в отношении диаспоры Понятно, что это заявление в первую очередь адресовано Платежеспособной части украинской диаспоры Более подробно об агентах внешнего влияния в Украине Мы поговорим с политическим экспертом Андреем Золотаревым Добрый вечер, Андрей Добрый вечер Андрей, вот такой вопрос Как по-вашему, сколько существует групп внешнего влияния На украинскую политику, на украинскую власть? Ну, понятно, что какие-то остатки демократического влияния остались Они никуда не делись Понятно, никуда не делись царосята А кто еще? Ну, есть куда менее значимые группки Но после 2014 года мы можем говорить именно о двух ключевых группах Это клиентела неоконсервативного крыла демократической партии И представители вот этого саросиного кооператива Которые практически превратились, когда говорят царосята Понятно, что если мы говорим о Рябошапке Он, допустим, ничего общего с Соросом не имеет Но это стало таким именем нарицательным агентом внешнего влияния Понятно А что республиканцы? Почему у них не получилось? Так бодро заходили, целый Джулиани приезжал Ну, наверное, все-таки республиканцы За исключением Маккейна Уделяли куда меньше внимания Украине И очевидно, что в команде Трампа нет столь знающих В кавычках украинскую специфику людей Ну, собственно, типа вот этой мадамы, раздававшей печеньки на Майдане Как раз команда Байдена, она достаточно плотно вошла в украинские дела И несмотря на то, что демократы, ну, собственно, Трамп уже готовится к следующим выборам Тем не менее, собственно, и клиентела демократов по-прежнему имеет в украинской политике очень прочные позиции И беда в том, что это по умолчанию такая тема, что, собственно, боятся, элементарно боятся воевать с сарасятами Ну, кто? Ну, пожалуй, кто последовательно выступает? Ну, Лукаш Портнов, допустим, когда он последовательно выдавливал Рябошапку Ну, будем говорить так, ведь почти на 90% это его заслуга, то, что Рябошапка ушел Он последовательно проводил линию на необходимость устранения агентов внешнего влияния из украинской политики Увы, для остальных эта тема табу И даже представители зеленой команды, когда им задавали вопрос Ребята, вы ведь в слуге народа, вы четко артикулировали необходимость покончить с внешним управлением Что у вас произошло, почему вы начали действовать в совершенно противоположном ключе? Ну, отговорки в духе того, что, дескать, это была единственная разветвленная структура, закрывающая все сферы Ну, бла-бла-бла шоу, одним словом Поэтому, ну, пока, во всяком случае, с учетом последнего голосования Верховной Раде по вопросу земли Ну, мы по-прежнему находимся, собственно, в статусе подмандатной территории Находящейся, по сути, под внешним управлением А значит, вот эта клиент, она по-прежнему будет править балл Это вы знаете, что все равно, чтобы здоровые органы рассуждали, что у нас, говорит, в организме метастазы Это единственная разветвленная структура И как же вот мы их будем, там, химиотерапией, так сказать, изничтожать Так сказать, вот логика та же самая, мне кажется Ну, и, по-моему, и с, собственно, и с зеленой командой случилось то, что происходит с огурцом, который помещают в бочку с рассолом И это сегодня мы видим Благодарю вас, Андрей Это был политический эксперт Андрей Золотарев Продолжение следует...